Как должен работать имам. Урок третий. Мы остановились на том, что Аллах дает людям в соответствии с их старанием. Потому что Аллах в суре Аль-Исра говорит, что Он дает всем в этом мире, мусульманам и немусульманам, согласно их стараниям. И это подобно накрытому столу, с которого каждый берет еду. На самом деле, если имам делает работу, то у него всегда найдутся противники. Потому что это известно из истории пророков, мир им всем, имамов, ученых, шейхов. Это происходит потому, что пророки, мир им всем и их последователи выводят людей из мрака невежества и неверия к свету веры. И тогда невежды начинают сопротивляться этому, согласно их невежеству. Передают от халифа Али, что он сказал, когда распространяется истина, ее врагов становится больше. Если все любят имама, значит имам работает плохо. Такой имам – это универсальный имам. Поэтому известный дагестанский ученый Мохаммад Син Араби говорил, «Если к имаму не испытывают неприязнь 70% джамаата, это не настоящий имам». Почему? Потому что имам скажет кому-то «такая одежда не пойдет, брат». А еще скажет «О, сестра в исламе, эта одежда не подобает тебе, ты же мусульманка». Этому скажет «Не занимай эту землю, она общественная». Еще кому-то скажет «Не поедай общественное имущество, не поедай имущество сирот, о мой брат, не бери с людей баснословные деньги за написание таавизов, сабабов». Еще кому-то скажет «Оставь это, брат, это запретное для нас дело». Скажите «Такого имама будут любить?» Не будут. Поэтому имам Аль-Газали пишет в Ихья, что ближе к Судному дню люди будут любить падаль больше, чем тех, кто отвращает отпорицаемого и побуждает к одобряемому. И вот теперь подумайте сами. Если такое положение, если есть те, кто хочет призывать, разве они смогут избежать трудностей и испытаний? Не смогут. У нас есть много вещей, которые мы совершаем, ссылаясь на маслаха, в какую-то мнимую пользу. Имаму Ахмаду не пришлось бы терпеть столько ударов плетью, если бы он применил все наши маслаха. Разве его ученик умер бы, и сам имам Ахмад разве лежал бы при смерти, если бы он применял эти маслаха? Ему было достаточно не произносить частицу «не», всего лишь одну частицу. Он должен был сказать «Коран сотворен». Но он твердел, «Коран не сотворен». Чем больше человек боится Аллаха, тем больше он понимает, где есть истинная маслаха, а где его нет. Калиф Алида будет доволен им, Аллах сказал, «Когда люди истинно молчат о порицаемом, люди заблуждения полагают, что они на истинном пути». Поэтому сегодня то, что люди привыкли совершать нечто порицаемое, будь то адаты или что-то еще, это результат того, что мы изначально молчали, а эти мерзости разрослись и укрепились. И мы, и имамы, обладатели знаний, не можем в одном месте гасить пожар, а в другом месте его разжигать. Например, имам говорит, мол, нужно воевать и запрещать адаты. На самом деле этого запретами не добьешься. Нужно воспитывать людей. Но вот он, как герой, говорит о порицаемых адатах и рассказывает, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, отдал Фатиму за Али, да будет доволен им обоими Аллах, и в его доме не было ничего, то есть он был беден. И одновременно с этим люди узнают, что у этого имама есть банкетный зал. Получается, что он призывает бороться с адатами, а сам владеет банкетным залом. И тогда его джамат окажется между его проповедью и этим банкетным залом. Тогда люди говорят, мол, на словах одно, а в делах другое. Кто-то может сказать, что, мол, эти заработанные деньги можно использовать на благо исламы. На нас лежит обязанность следовать исламу, но нет обязанности кормить ислам. Аллах сам накормит ислам. Поэтому не надо пытаться взваливать эту ношу на себя. Аллах кормит все сотворенное. Разве он оставит нас без пропитания? Нет, не оставит. Абдул-Муталиб пошел к Абрахе, который хотел захватить Каабу и угнал 70 его верблюдов. Он пришел и потребовал вернуть эти 70 верблюдов. Абрахе ответил, мол, я думал, ты уважаемый лидер Курайшитов. И пришел, беспокоясь о Каабе и стремясь защитить ее. А ты говоришь только о верблюдах. Абдул-Муталиб ответил, о Каабе позаботится Господь Каабе. А я хозяин верблюдов, и поэтому я говорю об этом. Мы должны бояться за то, что касается нас. Должны отвечать за нас самих, а не переживать, кто накормит мечети и мадресе. Мы стали бояться нехватки денег. В 90-е годы турки финансировали одно учебное заведение, и руководитель этого заведения просил денег на то и на сё. Один из турков провел пальцем по пыльному подоконнику и, показывая пыльный палец, спросил, разве для этого тоже нужны деньги? Нет стыда в том, чтобы одеваться бедно, но стыд в том, чтобы одеваться в неопрятную одежду. Но нам надо понять, что нам нужна внутренняя красота, красота души, а не внешняя красота. Нам нельзя уподобляться украшенной невесте. И мы должны понять слова халифа Али о том, что молчание людей истины, опорицаемым, стало причиной того, что люди заблуждения посчитали себя на истинном пути. За последние сто лет в Дагестане появилось очень много заблуждений, которых не было раньше в истории. Это произошло по причине того, что мы молчали об этом и не призывали к истине. Имамы искали книги с проповедями, особенно вначале была популярна книга «Нусхат-уль-Маджлис», потом и другие появились. Но имам сам должен собирать материал для проповедей из разных книг. Ещё имамы стали петь мавлиды, но для этого не нужны знания. Пусть мавлиды читают те, кто оставил пение музыки, раскаялся и оставил прежние грехи. Я не видел ни разу, чтобы в Шаме учёные пели мавлиды. Это не потому, что они отрицают мавлиды, а потому что у них просто не остаётся времени на пение мавлидов. Они не написали бы столько книг и не сделали бы столько благого для дарвата, если бы отвлеклись от своих обязанностей. Нужно доносить до людей знания Корана. Как и когда, какой аят был неспослан, кто записывал, какая структура Корана и многое другое. Вот это то, что должны делать учёные люди. Второе – донести до людей историю ислама. Как появились масхабы, когда были имамы, как они жили, как они старались ради исламы. Ещё нужно донести до людей «усуль-фикх», поэтому много людей говорят «сказал Аллах», «сказал посланник Аллаха». Они не понимают смысл этих слов, но повторяют их. Если мы не доносим до них знания, откуда они их возьмут? Не читайте сложные книги, начните с небольших брошюр. Ещё доносите до людей сиру и биографии учёных. Вот это будет мавлид имамов. Сегодня у нас есть такие имамы, которых нужно назвать золотыми, но, к сожалению, есть те, кто смотрит за тем, что они получают на мавлидах тут и там. Поэтому нам надо изучать историю и доносить её до общества, чтобы видеть, как жили наши праведные предки. Мы должны читать студентам книги согласно их уровню. Не надо читать им большие и сложные книги, иначе этот студент завтра станет болтуном, от которого нет пользы, а только один вред. Поучатся такие год или два, и уже ощущают себя муфастерами и мухаддисами. Поэтому мы понимаем собственное невежество, когда мы читаем биографии наших предков. Имам Шафи знал наизусть Коран, книгу Муатте и множество других книг, и после этого он изучал глубже арабский язык в племени, у которого арабский язык был самым чистым. Не один год, не два и не три, а по разным сообщениям от 10 до 18 лет. Это племя называлось Хавазин. Имам Аш-Шафи был арабом, был курайшитом, но при этом он от 10 до 18 лет улучшал свой арабский язык в этом племени. Великий ученый в Нахви грамматике Асмай говорил, что он обучался поэзии племени Хавазин от юноши по имени Аш-Шафи. И сегодня, через 14 веков, какой-то юноша начитается переводов Кулиева и Пороховой и считает себя знатоком Корана. Поэтому самый большой враг мусульман – это невежество. Надо бояться именно этого невежества. Сегодня такое время, что уже впору плакать над муслимами. Сегодня каждая группа чем-то ограничивает ислам. Нужно брать религию полностью, поэтому нужно доносить до людей и Коран, и Хадис, и Усуль, и Историю, и другие науки. Чтобы собрать автомобиль, нужно иметь все его запчасти. Сегодня такой удивительный мир, что многие считают, что автомобиль может обойтись без двигателя и без других важных частей. Каждый приносит одну деталь и говорит «это автомобиль». Так распространяется невежество. А когда распространяется невежество, находится много желающих словить рыбку в этой мутной воде. Ибн Рушт сказал «бизнес на религии – это признак общества, пораженного невежеством». Много хитрецов, которые под разным видом делают бизнес на религии, пользуясь незнанием людей. Мы в интернете дискутировали с одним арабом, который активно зазывал молодежь в Сирию. В итоге я ему говорю «вы так активно зовете людей в Сирию, почему бы вам не отправить туда своих сыновей, а не только звать чужих?» Если ученый призывает людей на войну, он должен быть первым из тех, кто отправляется на нее сам. А если он сам не готов воевать, ему следует молчать. На джихад не трусы должны призывать. Если ты в проповеди зовешь людей на джихад, иди туда первым, либо молчи. Я вам расскажу историю Абу Аюб Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, он покоронен в Стамбуле. Как же он туда попал? Муави отправил езида с войском взять Константинополь. А Абу Аюб Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, в это время лежал дома. Он был болен смертельной болезнью. Когда он узнал о войске езида, идущем на Константинополь, он оседлал коня и стал догонять войско. Когда его спросили, почему он вышел в таком состоянии воевать, он ответил, что не хотел умирать лежа дома, а хотел выйти и умереть в бою на джихаде. Он умер на следующий день после того, как прибыл на место. Езид велел, чтобы его омыли, обернули в саван и несли с собой во время штурма. Священники, которые жили в городе, стали расспрашивать, кого мусульмане несут во время штурма, и от лазутчиков пришла информация, что это Абу Аюб Аль-Ансари, который не захотел умирать в постели, а хотел умереть в бою во время джихады. И они сказали, что этот человек с чистым намерением, почему его не похоронить у одной из стены крепостей города, чтобы получить его благодать. Так Абу Аюб Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, попал в Константинополь. В османском государстве при передаче власти от одного правителя к другому, обязательным элементом было посещение могилы Абу Аюб Аль-Ансари. Поэтому, если ученые призывают к войне, а сами живут в пятизвездочных гостиницах, и их дети с ними рядом, едят все, чего пожелают, кто скажет, что это правильно? Если кто-то увидел где-то гору золота и зовет людей за этими сокровищами, разве он сам не побежит к ним первым? Конечно, побежит. А если он зовет к раю, не должен ли он быть в первых рядах в бою? Поэтому проповедей и фетв недостаточно для войны. Если зовешь на войну и не можешь воевать сам по состоянию здоровья, иди для наставления людей словом, иди, как это сделал Абу Аюб Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Кто-то говорит, мол, ученые умирают, так наши исламские заведения каждый год тысячи выпускников готовят. Если ученый к чему-то призывает, он должен сам быть первым в этом, особенно когда речь идет о джихаде. Это результат того, что в нашем обществе победило невежество. Почему так произошло? Потому что мы сами не делали работу в полноценном виде, как следует, не призывали и не наставляли людей. Поэтому мошенники легко их обманывают. А как мы можем наставить людей, если ученые и студенты спорят между собой? В семье, где родители постоянно спорят и ссорятся, подскажите, какие вырастут дети? Воспитанные? Умные? В такой семье дети пользуются тем, что родителям не до них. Кто-то постоянно занят играми, кто-то курит травку, кто-то еще чем-то занят. Некоторые из этих спорщиков могут сутками спорить в интернете о чем-то, могут даже пропустить утренний намаз из-за ночных споров. Большинство тех, кто постоянно занят спорами, это, конечно же, молодые люди, которые даже год не отучились в мадресе. Они вечно спорят в интернете, в соцсетях, о чем знают и о чем не знают, ссорятся и сеют смуту. Бывает так, что приходится им что-то отвечать, пишешь по-арабски, они просят перевести на русский язык. Если ты даже арабского не знаешь, куда же ты влезаешь в вопросы религии? Чтобы стать химиком, нужно сначала в школе отучиться 11 лет, потом в институте 5, затем аспирантура и так далее. Если даже для одной науки этого мира нужно столько учиться, как ты можешь говорить об исламе, не потратив на его изучение даже одного-двух лет. Каждый сам себя считает знающим, и эта болезнь поразила умму. Мухаммад Саид Рамазан Аль-Буты говорил, надписи на голове «Аллаху Акбар» не приводят в ислам. То есть он имел в виду, что в религию людей приводит не то, что кто-то повязал на голову ленту с надписью «Аллаху Акбар». Каждый пишет свои надписи. А на самом деле это «Аллаху Акбар» в первую очередь должно быть в сердце. Ты действуешь в соответствии с ним и ставишь его своей целью. А когда люди, которые даже намаз толком не умеют делать, и не хотят изучить, как это делать, которые не знают сунну и не изучают её, не умеют читать Аль-Фатиху правильно и не изучают, но на каждом шагу кричат «Аллаху Акбар», разве есть в этом толк? Когда приходит время айтикафы, особого поклонения в последние 10 дней Рамазана, в мечетях намного меньше людей, чем тех, кто готов кричать «Аллаху Акбар». А если бы в мечетях ещё и еду не готовили, интересно, сколько бы пришло людей на айтикаф? Во время пророка, саллиллаху алейху ассалям, мечети были полны людей, и не было тех, кто молился дома. В наше время людей в мечетях можно по пальцам пересчитать. Зато появилась масса лозунгов. Эти лозунги не продвинут вперёд дело дауата. Они словно макияж, смоются под первым же дождём. А нам нужны истинные дела. Но наш образ жизни и наши действия показывают, какие у нас цели и куда мы идём. Даже если просто посмотреть, как мужчины одеваются, этого уже достаточно, чтобы понять, как мы придерживаемся сунны. Эти футболки с надписями на иностранных языках. Люди носят их, часто не знают смысла этих надписей. Если бы мусульмане прошлого, даже не поколение сподвижников, а те, кто жил намного позже них, увидели бы нас, что бы они сказали о нас. Мы как-то были в одном ауле. Мы в разговоре спросили, сколько человек учится в мадресе. Нам ответили, что 15-20 человек. Тогда мы решили узнать, сколько детей ходит в школу, и узнали, что в этой школе учится более тысячи детей. Возникает вопрос, если в школе учится более тысячи детей, а в мадресе 15-20, будет ли толк в том, чтобы просто кричать «Аллаху Акбар». Что это нам даст? Ничего не даст. Представьте, что вместо 30-40 игроков в команде, два игрока и те оба вратаря. Они вышли на поле, и кто-то, болея за этих двух, и кричит «Аллаху Акбар». Кто-то со стороны скажет, уже не знаю, кто сошел с ума, те двое на поле или эти болельщики. Ислам – это религия знаний. Первый аят, который был неспослан, это аят «Читай с именем Господа твоего, который сотворил тебя». Верно ведь? Ведь нам никто не запрещает получать знания. Так же и с одеждой женщин. Придешь куда-то с лекции, а там 3-4 женщины покрытые, остальные с непокрытой головой. Никто ведь не запрещает нам это делать. Если бы запрещали, эти 3-4 тоже были бы непокрытые. Это показатель того, что у нас иман и ислам очень слабы. Поэтому у нас более миллиарда мусульман в мире в таком униженном положении. Можно кого угодно обвинять, но в Коране сказано, если вы будете проявлять сабр, терпеливость, и будете богобоязненны, вам никак не навредит их хитрость и коварство. Если человек утром на намаз не может встать, какой у него сабр? Больше всего в этом мире вред несет невежество и притеснение, зульм. То есть нельзя быть невежественным и нельзя творить зло, нельзя притеснять, будь то людей или животных. А у нас некоторые выезжают за пределы Дагестана, и там начинают воровать, нападать на кого-то, притеснять, отбирать имущество, возвращаются сюда, и потом начинают рассказывать, что кто-то где-то притесняет мусульман. В Юго-Восточную Азию Ислам пришел через благочестивых мусульман, которые там бывали по торговым делам. На эти земли мусульмане с оружием не приходили, они просто показывали свой благочестивый нрав. А почему мы не можем завоевать сердца людей благочестивым нравом? В Москве, например, 2 миллиона мусульман. Наверное, даже больше. Разве это мало? Ведите себя красиво, покажите свой высокий нрав. Что нам мешает? Разве кто-то запрещает? Так нет. На этого нападут, у этого отберут, а потом ждут, что попадут в рай. Какой мы показываем красивый нрав, чтобы сердца людей повернулись к нам? Как многие наши ведут себя в той же Москве, хотя постоянно туда выезжают по торговым или другим рабочим делам. Если бы мусульмане вели себя согласно исламскому нраву, в мире давно все приняли бы ислам. Миллионы мусульман живут во Франции, Германии, США и других странах. Кто нам мешает показать свой красивый нрав? Когда человек ведет себя достойно и красиво, это притягивает даже животных, не то что людей. Ведь Аллах дал нам язык, чтобы говорить, и дал разум, который не дарован животным. Мустафа Саддак Арафи пишет, «Если даже соберутся все группы людей в мире, соберут сотни книг о хороших нравах и будут сто лет говорить и дискутировать о хороших нравах, для них пользы будет больше, если к ним придет один человек с благим нравом, и они станут близко общаться с ним, перенимая его нрав». В этом общении больше пользы, чем даже тысячи книг. То есть Всевышний послал к людям пророка с книгой, а не просто книгу. Невежество можно устранить только знанием, а получение знаний требует времени и размышления. Тафаккур. Как некоторые невежды, сравнивая себя с учеными прошлого, говорят, «Они люди, и мы тоже люди». Что эти люди хотят сказать? Они хотят сказать, что они не хуже тех имамов. Для того, чтобы понять разницу, нужно размышление с аналогией. Допустим, эти невежды сравнивают себя с олимпийским чемпионом по борьбе или боксу. Например, скажут то же самое. «Они люди, и мы люди», и попробуют их победить. Что будет в итоге? Ислам запрещает бокс, но это был пример для аналогии. Что будет с обычным человеком с улицы, если он попытается на ринге тягаться с чемпионом-боксером? Понятно, что будет. Пусть они сравнят себя с каким-нибудь альпинистом-покорителем вершин и пойдут покорять вершины Гималайи без подготовки. Что с ними будет? Так и с исламскими науками. Покорители вершин исламских знаний очень сильно отличались от нас. Они были такими же людьми, как и мы. Это легко сказать. Но нужно поразмышлять, чтобы понять разницу. Нужно подумать, неужели 15 веков люди ошибались, а я оказался прав. Если человек живет на 15 этаже здания и пожелает разрушить 14 нижних этажей, как он останется на 15 этаже? Когда жил имам аль-Бухари? Он жил намного позже четырех имамов. Если бы они не подготовили хадисы, не собрали их должным образом, откуда хадисы дошли бы до имама аль-Бухари? Они же не прилетели к нему на крыльях? Он собрал хадисы от тех людей, которые подготовили их для него. Просто поразмышляйте, как можно брать хадис от имама аль-Бухари и отвергать тех ученых, которые жили до него. Разве такое возможно? Поэтому нужно размышлять и брать знания от ученых, которые уже укрепились в знаниях, которые обладают благочестием и скрупулезностью в религии. Абдул-Хамид II, один из последних халифов османского государства, пишет, что никогда не боялся ученых, но боялся тех, кто не завершил учебу и не довел ее до совершенства. Поэтому имам аль-Газали пишет в Ихья, что одно из наихудших упущений человека, когда он какое-то дело не довел до совершенства, имея такую возможность. Поэтому знания нужно брать полностью и до конца, до какого-то определенного уровня. Понятно, что все науки не изучить, и знания – это океан, но моряк должен знать, как ходить в море. Мы вам для примера расскажем историю Малана Среддина. Его спросили, как сопровождать носилки с джаназа, с телом усопшего. Он ответил, «Нет разницы, где идти, если ты не на носилках». Мы не боимся за того, кто вышел в море, переплыл его и достиг другого берега, то есть какого-то уровня знаний. Мы не боимся так за тех, кто еще не вошел в воду и стоит на берегу. Но тот, кто вошел в воду и не причалил к берегу, он в опасности. От человека, который не достиг какого-то уровня знаний, не дочитал до конца с учителем какую-то книгу, исходит опасность. Не бросайте знания, доведите их до какого-то логического конца, иначе вы будете нести вред религии, при этом полагая, что приносите пользу. Посмотрите, сколько в Египте докторов и выпускников Алясхары и других учебных заведений. Египет при этом среди всех арабских стран считается одними из самых бедных стран, пока не разрушили Сирию и другие государства региона. Несмотря на то, что в Египте были ученые и выпускники исламских учебных заведений, невежество там очень сильно распространено. Почему так? Потому что духовные знания и реальная жизнь малосвязаны. Ученые должны вести себя как ученые, они должны одеваться подобающим образом, а не ходить сегодня в исламской одежде, завтра в костюме с галстуком, а послезавтра в футболке или спортивном костюме. Я не говорю, что сразу надеть чалму, опустить длинную бороду, взять в руки трость и так выполнять сонну. Это люди у нас неправильно понимают. Такого человека начинают возвышать и почитать. Кто-то подойдет руку целовать, кто-то посчитает, что это какой-то шейх, кто-то подвезет бесплатно. Если призывающий к исламу разумно оценит такое отношение людей, он поймет, что это возвеличивание и излишнее внимание совсем не то, что ему нужно. Он оденется более скромно, и будет вести работу среди людей, чтобы донести до них правильное понимание. У каждого из нас есть большой круг родственников, друзей и знакомых. Если научить их детей правильно совершать намаз, разве это не есть большое дело? Работы очень много для того, кто хочет помогать людям. А у нас многие хотят не работы, а должности. Если бы наши праведные предки желали должностей, а не работали на благо ислама, до нас ничего не дошло бы. Раньше чиновников не называли руководителями, а называли служителями, так как они на самом деле служили своему народу. Среди людей, неважно какой он религии, ценится тот, кто служит людям и помогает им. Поэтому мы должны быть служителями религии, помогая людям, донося до них правильное понимание, так как это аманат, то, что Всевышний доверил нам. Ибн Атайлах Алискандаре Кудасасируху сказал, «Ищи величие, которое никогда не исчезнет, но не стремись к приходящему величию, которое со временем сойдет на нет». Так оно и есть. Те, кто служит людям, их имена остаются в истории надолго. Это так и среди немусульман. Вспомните про Нельсона Манделлу, как его возвеличивал его народ, и это при том, что имена многих правителей мусульман преданно забвению. Ислам – это великое благо, за которое мы должны непрестанно благодарить Аллаха. Мусульманин перед Аллахом, несомненно, в тысячи раз выше кафира. Но надо понимать, что если правитель мусульманин притесняет свой народ, а правитель кафир не притесняет, то власть кафира может продлиться дольше из-за его справедливости и милости к своему народу. Имамы – это люди, которые подобны правителям над людьми. Поэтому имамы должны любить людей, и относиться к ним милосердно. На этом мы завершаем наш урок. Я молю Аллаха дать нам знание и правильное понимание. И в заключение я воздаю хвалу Аллаху Господу миров, мир благословения нашему пророку Мухаммаду и его семье и сподвижникам. Аминь. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...